Коллеги, переходим к следующему выступающему. С удовольствием предоставляю слово Григорию Арзамасцеву, компания «Гроссвелли». Пожалуйста, Григорий. Добрый день. Я из совсем не экзотической локации, я всего лишь в Москве. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Добрый день еще раз. Меня зовут Григорий Арзамасцев, я инженер в «Гроссвелли» в Москве. И я хотел бы сегодня рассказать наше видение того, как мы считаем, нужно решать вопрос уменьшения бюджетов, проблему OTT и его влияние на нас, традиционных вещателей, на наших традиционных заказчиков, именно традиционных линейных телевещателей. И основная проблема OTT стоит в том, что, по сути, OTT добавляет дополнительное количество экранов, и OTT добавляет дополнительные каналы распространения контента. При этом количество зрителей, которые смотрят контент и, собственно, которые платят за этот контент, они увеличиваются. Соответственно, все, что делает OTT, это размывает доход линейного вещания, размывает его по большому количеству маленьких платформ. Поэтому даже тот контент, который произведен, произведен он с высоким качеством, с высоким бюджетом, или с низким качеством, или низким бюджетом, необходимо распространять на все большее и большее количество платформ, что снижает, собственно, доход от каждой единицы контента. То есть, несмотря на то, что OTT-доходы растут, доход от каждой единицы, произведенного для OTT-контента, они все равно падают. Потому что растут издержки, растет количество платформ, на которые это все надо распространять. Каждая платформа – это дополнительная конвертация или преобразование контента, или его обработка и так далее. И то же самое происходит и в линейном вещании, потому что даже высокодоходный контент, доходность от него падает. Потому что высококачественный и высокодоходный контент. Потому что с каждым годом наш зритель требует все большего качества производства контента. Если чемпионат мира, снятый, скажем, чемпионат мира по какому-нибудь популярному виду спорта, например, футбол, снятый лет пять назад, с удовольствием смотрели в HD зрители, то сейчас уже зрители в HD его смотреть не захотят. Они захотят его смотреть в HD. Это значит более дорогое производство. А самих зрителей будет меньше, потому что, как Егор сегодня рассказывал, часть смотрит, 10% уже смотрят, даже финал чемпионата мира по американскому футболу смотрят уже на планшетах и на мобильных устройствах. В чем проблема? Окей, падает доходность на каждый ассет, на каждую единицу контента, которая производится. Но, тем не менее, наши вещатели, особенно когда мы говорим о высококачественном производстве, все еще подходят со старой моделью. Подходят с ПТС, которую нужно привезти на стадион. Это ПТС едет туда день, день там разворачивается, два часа работает, потом день едет обратно. Потом еще неделю стоит в гараже, чтобы на следующей неделе, в следующие выходные опять выехать на стадион. Таким образом, те ресурсы и те оборудования, которые мы установили в ПТС, большую часть времени просто проста. Соответственно, использование тех ресурсов и тех инвестиций, которые мы сделали в оборудовании, оно минимально при использовании традиционного производства. И здесь вступает естественный процесс, мы пытаемся сделать удаленное производство. Что мы пытаемся решить удаленное производство? Мы как можно большую часть контента переводим в телецентр, не контент, а как можно большую часть оборудования. И как можно большую часть персонала мы оставляем в телецентре. Таким образом, мы одно и то же оборудование, вместо того, чтобы использовать его раз в неделю на одном стадионе, мы можем одно и то же оборудование использовать несколько раз в день. Это остается нескольких матчей или нескольких видов соревнований. То же самое с персоналом. Нам не нужно тратиться на билеты, нам не нужно тратиться на гостиницы, на аренду гостиничных номеров, чтобы наш повторщик сидел рядом с компаундом. Все сидят в телецентре в удобных для них условиях. Какие существуют варианты такого решения? Первый вариант – это доставка. То есть нам нужно, естественно, в этом случае доставлять сигналы от нашего стадиона до центра, до того места, где мы обрабатываем сигналы и где сидит наш персонал. Первый вариант – это нам гнать полностью высококачественные сигналы от камер до центра обработки данных. И в центре обработки данных у нас будет стоять все наше оборудование, которое будет эти высококачественные сигналы принимать, обрабатывать. И где-то рядом, может быть, в том же дата-центре, может быть, в каком-то соседнем помещении будут сидеть наши операторы за панелями управления и производить наш высококачественный контент. И такое решение есть. Уже порядка 10 лет телекомпания NEP, вернее, группа компаний NEP в Нидерландах использует такое решение. С 2010 года они начали такие тесты сначала на коленке. И на сегодняшний день они делают все свое производство удаленно. У них есть сеть собственного волокна по всей Голландии. Волокно за километр получается дешевым. Сами расстояния не очень большие. Поэтому у них есть набор АСБ, который может быть скоммутирован на любое мероприятие. То есть на любой вене, на любой стадион или концертный зал в стране. Поэтому персонал может прийти, сесть в АСБ и через 15 минут, через 15 секунд получить в любой АСБ сигнал с любого стадиона в стране. Все замечательно. И замечательно работает, потому что у них есть свое собственное волокно и маленькие расстояния. Это работает некомпрессированным образом. Второй пример. Чемпионат по горнолыжному спорту, который прошел в Швеции в 2019 году. В чем была технология? Сами соревнования проходили в маленькой деревушке на горнолыжном курорте, в горнолыжном регионе, с таким непроизносимым названием. Тогда как контент производился, все операторы сидели, все оборудование находилось в Стокгольме. Расстояние между ними около 600 километров. Камеры стояли на склонах, у камер стояли операторы, и больше там никого не было. То есть, если вы видите вот этот кабель с оптическим волокном, по нему идет сигнал, и этот сигнал уходит напрямую с этого склона, он уходит в Стокгольме. Где, собственно, он коммутируется, и с ним делаются все необходимые манипуляции. Сделано это было все на основе частной 100-гигабитной сети в партнерстве с NetInsight. NetInsight в этом случае осуществлял коммутацию логическую различных участков соревнования. И все технологическое оборудование обрабатывающее находилось в Стокгольме. Камеры, в том числе и базовые станции камер. Камеры находились на объекте, на гармонийных склонах. Ну и по требованию организации режиссер хотел сидеть рядом с камерами, вероятно, чтобы в перерывах кататься на лыжах. Но, тем не менее, панель режиссера находилась в горах, тогда как сам блок электроники микшера находился в Стокгольме. То есть здесь такой гибрид из разных технологий. Замечательно отработали, никаких проблем. Еще один пример. Заказчик планировал, что в 2020 году в Токио состоятся Олимпийские игры. Но, к сожалению, реальность вмешалась, игры не произошли. Но, тем не менее, были проведены вот такие тесты. Камеры LDX стояли в Токио. У телеком-оператора был арендован Layer 2 канал связи из Токио до Лондона. И базовые станции стояли в Лондоне. И между ними сигнал шел по IP некомпрессированным образом на основе стандартных технологий. И когда у телеком-оператора запросили полный тракт этого сигнала, как он шел, оказалось, что сигнал между камерой и базовой станцией было 19 тысяч с лишним километров. Все замечательно работало. Но в данном случае это был канал связи всего лишь 10 гигабит в секунду, который мог пропустить две 3G-камеры, две камеры 1080p. И стоил он, естественно, космических денег. Основная проблема такого решения – это огромная стоимость канала связи. То есть чаще всего такие технологии оптимальны и могут использоваться, когда телеком-оператор, вернее, когда телекомпания, производитель контента каким-то образом аффилирован с телеком-оператором и может бесплатно или за относительно недорого получить очень качественную, очень быструю и недорогую сеть. Во всем остальном сплошные преимущества. Никаких задержек, все операторы сидят рядом с оборудованием, весь рабочий процесс абсолютно стандартен и все очень красиво. Есть некая альтернатива такому рабочему процессу передачи некомпрессированных сигналов от камеры до базовой станции. И альтернатива в том, что между камерой и базовой станцией можно добавить компрессию, лос-лос-компрессию по одной из существующих технологий. Архитектурно все то же самое, но только между камерой и базовой станцией вставляется энкодер и декодер, и, соответственно, способ упаковки всех сигналов каким-то образом доставки. Преимущество, естественно, в том, что мы экономим огромное количество каналов связи, а иногда, и это просто единственное решение, потому что такого размера канала связи, чтобы передать некомпрессированный сигнал, может просто не быть. И здесь, опять же, у нас есть партнерство с компанией NetInsight. Мы интегрированы с Nimbray, которая совместно с нашим решением может паковать только видео часть сигнала и задерживать, то есть компрессировать JPEG 2000 и задерживать сигналы все остальные, чтобы все, там, звук оставался синхронен с видео, сигналы управления передавались одним пакетом вместе с видео и так далее и тому подобное. То есть решение с точки зрения оператора очень удобное, очень простое и эффективное с точки зрения телекома. И мы проводили, в частности, тесты вот такого решения в Казахстане, то есть на наших сетях, которые у нас существуют в нашем регионе. Проводилось несколько тестов совместно с Касмедиа-центром. В одном тесте камеры стояли в Астане и базовые станции стояли в Астане, ну и, соответственно, все микшеры и так далее. И вторые тесты были между Алмато и Астаной. Соответственно, камеры стояли в Алма-Ате, микшеры и базовые станции стояли в Астане. И в том-другом случае все работало с абсолютно удовлетворительными задержками, с абсолютно удовлетворительным качеством сигнала. И самое главное, работало по нашим телеком-сетям. Соответственно, всего 150 мегабит в секунду требовалось для видео в Лослас качестве от камеры до базовой станции. Вижу ли Лослас? Есть альтернатива. Мы можем взять и перевести все наше технологическое оборудование. Вместо того, чтобы гнать высококачественные сигналы от камеры до обрабатывающего оборудования, мы можем взять и все технологическое оборудование перевести на стадион. То есть взять и перевести целиком ПТС, но без людей. Людей оставить телекомпанией. Соответственно, в этом случае нам нужно доставлять сигналы, мы можем доставлять уже компрессированные от нашего стадиона до людей. То есть, к примеру, мы можем доставлять просто компрессированный сигнал, сформированный полиэкранной мозаики. Это, естественно, меньше, чем доставлять все камеры. И каким-то качественным образом доставить наш программный сигнал. В чем плюсы, в чем минусы? Плюсы в том, что, естественно, опять же, низкие требования к сетям, к их пропускной способности, потому что доставляем небольшое количество сигналов, и их можно сжимать, потому что программный из них только один. А минусы в том, что существует задержка. И задержки – это как бы реальное препятствие в данном случае. И задержки могут быть вполне значительны. И мы проводили тесты, подобное решение может работать. То есть у нас есть решение, многие наши продукты так умеют работать, микшеры, система повторов и так далее. То есть мы можем построить рабочий процесс на таком решении. Но проблема именно задержка линий связи. Все это дело работает приемлемо, если задержка между панелями и оборудованием составляет меньше 200 миллисекунд. В противном случае действия оператора на панели и соответствующая реакция оборудования, то есть если оператор, например, пытается сделать повтор, то сервер реагирует на этот повтор не мгновенно, а с задержкой. А более того, оператор видит картинку того, что сервер отреагировал, с еще одной задержкой. И вот эти суммирующиеся задержки приводят к тому, что оператору становится просто некомфортно делать качественный контент. Но такие решения есть, их можно построить. То есть это все хорошо, это повышает утилизацию оборудования, это повышает утилизацию персонала, уменьшает расходы и так далее. Но мы считаем, что все это вчерашний день. Почему? Вчерашний день это потому, что любое из таких решений требует очень много оборудования, того, что называется hardware, того, что называется железо, того, что мы ставим в стойке, покупаем однажды, импортируем, устанавливаем, интегрируем, соединяем кабелями. И самое противное, что в этом случае нам нужно рассчитывать количество этого оборудования всегда под пиковое использование. Пример. У нас есть заказчик, который называется Телия. Так случилось, опять же, что это телеком-оператор. Они производят трансляции финской хоккейной лиги. Условия следующие. Есть телецентр в Хельсинки. Есть 14 спортивных стадионов, хоккейных стадионов по всей стране. Расстояние до самого данного 700 километров. Стадионы соединены по IP с разным качеством связи. Где-то это 100 гигабит, где-то 10 гигабит. Но проблема в том, что одновременно может происходить до 7 матчей в один и тот же период. А это значит, что им необходимо иметь 7 АСБ, чтобы формировать 7 трансляций. Вопрос распространения отдельный. Что-то уходит в ОТТ, что-то уходит линейно. И это значит, что для того, чтобы осветить, даже при ремонт-продакшене, для того, чтобы сделать это производство, им необходимо иметь 7 микшеров, 90 каналов записи повторов, много-много каналов воспроизведения повторов и много-много персонала, который будет собираться один раз в неделю в субботу для того, чтобы провести одновременно 7 матчей. Ну, еще там один раз в середине недели бывает 4 матча. Таким образом, что да, не нужно ездить 7 ПТС на 7 стадионов, но тем не менее необходимо иметь большое количество оборотов. Мы считаем, что ремонт-продакшен вот в этом классическом понимании уже до некоторой степени вчерашний день и нужно двигаться дальше. И мы предлагаем новое решение. Решение называется GV Media Universe. И это решение строится на эластичности и на современных облачных подходах к нагрузкам. GV Media Universe позволяет вам эластично запускать необходимые виртуальные элементы производственной цепочки в тот момент, когда вам это нужно. При этом этими элементами могут быть, к примеру, полиэкранный процессор, или видеомикшер, или видеоплеер, или система замедленного повтора, которая запускается в облаке публичном, наподобие Амазона, или частном, наподобие дата-центра, арендованного у IT-провайдера, и запускается на время его использования, то есть на время матча или на время формирования какой-то программы. В этом случае положительным является то, что нет необходимости прогнозировать заранее объем необходимого вам оборудования. То есть вам нет необходимости заранее в вашу инфраструктуру закладывать вопрос, а сколько через год вам потребуется при хорошем раскладе, при хорошей экономической ситуации иметь АСБ одновременно? Здесь этого вопроса нет. Если вам через год понадобилось два АСБ одновременно, вы запустили два АСБ. Если через год не понадобилось ни одного АСБ, вы не запустили ни одного, и, соответственно, вы не тратите деньги ни на организацию первоначальную этих АСБ, ни на их поддержание в будущем. И также очень важно, что GV Media Universe позволяет избежать единовременных затрат на интеграцию. Как мы все знаем, любой производственный комплекс – это всегда большое количество разномастного оборудования, чаще всего разных производителей. Потому что ни один вендор, даже такой, как Grossware, не может выпустить все. Например, мы не производим объективы. Соответственно, всегда происходит какая-то интеграция между разными частями. Их нужно связать друг с другом, их нужно каким-то образом заставить работать. Это в любом случае издержки какого-то рода. То есть это либо издержки рода того, что вам нужно потратиться на кабели, либо издержки на то, что вам нужно какое-то интеграционное программное обеспечение, либо потратиться на услуги системного интегратора, который вам это все оборудование взаимосвяжет. GV Media Universe позволяет от этого избавиться, предоставляя полную систему, полное решение, включая все необходимые компоненты. И, естественно, все это сделано компанией Grossware, которая не занимается ничем, кроме как вещательным оборудованием. И, соответственно, предоставляет браткастовый подход как к обеспечению надежности, потому что нам нужно всегда, чтобы все было более чем очень надежно, так и с точки зрения безопасности. Потому что это вещи, которыми многие вещатели пренебрегают, такие как IT-секьюрити, IT-безопасность и возможные потенциальные как утечки контента, так и какие-то злоумышленные действия. И все это строится на основе облачных технологий, стандартных облачных технологий, которые сейчас очень эффективно используются в IT-мире, которые позволяют арендовать мощности и делить мощности с другими участниками рынка. Таким образом, повышая для владельца этих мощностей серверов в стойке, повышая для них степень используемости оборудования, а для вас, как потребителя, повышая экономическую привлекательность. Подход масштабируемости и подход эластичности, когда нужные вам мощности появляются или включаются по мере их необходимости и отключаются и перестают требовать финансов, перестают требовать денег, когда они перестают быть нужными. Так, проскочил. Безусловно, как в Гроссвеле мы это все разработали внутри себя. Это абсолютно полностью продукт внутренней разработки. Полностью разработан с нуля. Разработан на основе современных парадигм разработки, включая микросервисы и любые современные модные слова, которые вы можете придумать из областей современной технологии. Но, тем не менее, это не стандартный IT-продукт. То есть он разработан с учетом потребностей вещательного рынка, таких как синхронизация сигналов, таких как гарантированная доставка, таких как абсолютная безопасность подключения к контенту или к каким-то управляемым устройствам. Таким образом, вы можете в нужном вам месте запустить нужные вам вещательные ресурсы в нужное вам время и на нужный вам период времени. При этом заплатить только за период фактического использования оборудования с минимальными начальными вложениями. То есть, если вам, к примеру, нужно сформировать полиэкранную мозаику из изображений, которые формируются, ну вот посмотрим на иконку Multiview слева, из изображений, которые формируются в США, вам удобнее будет запустить эту рабочую нагрузку, этот виртуальный полиэкранный процессор, в США, близко к источникам сигналов, в то время как, к примеру, клипы вы можете захотеть воспроизводить в Европе, и эту нагрузку вы можете запустить в дата-центры в Европе. Этими дата-центрами могут быть как частные, так и публичные дата-центры. При этом все это сверху оркестрируется единой системой, которая работает на основе уже публичного облака, с высокой доступностью, и это облако является шлюзом для ваших пользователей. Пользователи могут управлять этими нагрузками, этими отдельными виртуальными устройствами вещательными, либо с помощью веб-интерфейса, традиционных IT-инструментов, либо с помощью реальных физических тактильных панелей управления, таких как, например, панели управления Карера или Каен, панели управления нашими микшерами, могут подключаться к микшерам, запущенным в облаке, и управлять им. При этом сами панели, сами элементы управления, могут быть расположены в любой точке мира. Таким образом может, к примеру, обеспечиваться дополнительная географическая надежность, то, чего невозможно в нашем традиционном телевещании. К примеру, у одного из наших заказчиков не так давно была ситуация, когда оператор микшера, который работал, естественно, из дома, во время проведения трансляции, как раз по киберспортивной дисциплине, провайдер этого человека отключил его интернет. То есть просто во всем районе у него не было интернета. Ни мобильного, ни фиксированного авария. А его коллега, находящийся географически в другом регионе и работающий через другого провайдера, смог перехватить управление и спасти эту ситуацию тем, что подключился к тем же самым веб-интерфейсам из другой точки и продолжив работать вместо выбывшего по технической причине товарища. То есть географическое распределение работы. Таким образом, мы можем получить абсолютно распределенные рабочие процессы, ремонт производства. И очень важно, что внутри этой системы также есть целая экосистема. Помимо всех тех нагрузок, которые Гроссвелли разрабатывает сами, мы разрабатываем сами, в составе решения есть Marketplace и возможность нашим партнерам разрабатывать собственные решения в составе этой экосистемы, которые будут запускаться вместе со всем остальным и управляться из единого приложения. И также очень важно, что в будущем все наши продукты, в том числе железные продукты, будут объединяться внутри этой экосистемы. И вы сможете использовать сегодняшние инвестиции, например, в панели повторов или в панели микшеров для управления виртуальными нагрузками в будущем. Продукт будет поставляться, вернее, уже поставляется, как SaaS-модель. Соответственно, это полностью Pay-as-you-go, то есть оплата по мере использования ресурсов. И продукт уже сейчас находится в эфире. У нас есть целый набор заказчиков, которые уже находятся в эфире. Первыми, естественно, были e-sports, электронные спортсмены, которые в процессе эпидемии начали внедрять эту технологию и смогли увеличить объем своего производства в то время, когда у всех производство падало. Спасибо за внимание. Спасибо, Григорий. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Есть вопрос. Григорий, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что система развернута уже где-то на дата-центре, к ней можно виртуально подключиться, или ее необходимо разворачивать в регионе, грубо говоря, в каком-то дата-центре, предположим, в Белоруссии или в Казахстане локально? Система состоит принципиально из двух составляющих. Одна составляющая – это составляющая управления, и она разворачивается в публичном облаке. На данный момент мы поддерживаем публичное облако амазоновское и планируем в дальнейшем использовать любое облако Google или Azure по выбору заказчика более или менее. Это облако служит для лицензирования, для биллинга, для доступа. Вторая часть – это, собственно, нагрузки физические, то есть это серверы, которые реально обрабатывают видеосигналы. И вот эти нагрузки уже могут быть, могут разворачиваться на вашем дата-центре, либо просто на железном сервере, который вы ставите у себя в стойку, либо же на, опять же, арендованных мощностях, например, виртуальная машина в Амазоне. То есть первая часть, она разверт, она общая для некоторого набора заказчиков, соответственно, естественно, это будет сегментировано и защищено с точки зрения IT один заказчика от другого. Но, тем не менее, она уже развернута. Конкретные нагрузки разворачиваются под конкретного заказчика тогда, когда они нужны. Ну, простенько, Григорий. Да, Григорий, такой вопрос. С управлением понятно, а те мощности, на которых происходит захват сигнала, если это не частное облако, а публичное, вы туда тоже по IP доставляете сигналы? Я правильно понял? Просто какие там получаются задержки? В качестве источника сигнала мы можем использовать либо нативные веб-потоки, которые, соответственно, мы доставляем до нужного нам облака, до нужной нагрузки, которая живет, к примеру, в публичном облаке. Либо в качестве источника мы можем использовать SDI. Для этого мы на объекте ставим наш сервер, который собирает эти SDI и по IP уже доставляет их в облако к обработчику. Либо точно так же по IP он доставляет их в соседнюю стойку, где находится обработчик. В зависимости от того, что необходимо. В этом смысле система максимально гибка, так как это удобно. Ну и, соответственно, помимо SDI есть IP некомпрессированный 2110 интернета. Точно так же ставится сервер-стойку, которая собирает эти некомпрессированные бейсбенд-потоки и доставляет их дальше в облако. И в плане задержек, потерь пакетов, это все успешно работает? Потери пакетов обрабатываются. Безусловно, мы используем избыточность, мы используем свои собственные технологии, как раз гарантирующие доставку этого сигнала в любую точку планеты, по сути. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...